Шалом! Век живи, век учись, гласит русская поговорка. Я стараюсь ее применять прежде всего к самому себе. И поэтому в сегодняшней программе под названием «Работа над ошибками» хочу уточнить и исправить пару вещей, которые говорил в предыдущих программах. Прежде всего об использовании слова «Израиль» в Новом Завете. В программе «Гой не значит изгой» я сказал, что терминов «духовный еврей», «духовный Израиль» в Библии нет. Это действительно так. Однако я не сказал, хотя должен был сказать, что в первом послании Коринфянам, главе 10 стихе 38, Павел, он жираф Шауль, употребляет такое выражение «Израиль по плоти». Я процитирую стих, в котором оно есть. «Посмотрите на Израиля по плоти, те, которые едят жертвы, не участники ли жертвенника?» Говорит Павел. И поскольку в своих посланиях он неоднократно подчеркивает разницу между плотью и духом, он сравнивает, например, дела плоти и плоды духа, жизнь по плоти и жизнь по духу и так далее. Из этого стиха очень легко, в принципе, сделать вывод, зная Павла и понимая, как он думает, что, коли он говорит об Израиле по плоти, то, соответственно, должен быть какой Израиль? Израиль по духу. То есть, духовный Израиль. Однако, дело в том, что плоть в посланиях Павла – это, во-первых, старая греховная человеческая природа. Например, в таком стихе. «Те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Или похотями, не уверен, как точно по-русски это сказать. И напрашивается такая мысль. Вот этот Израиль по плоти, ведь плоть ассоциируется с чем-то таким гадким и грязным, этот Израиль по плоти – это нечто старое и греховное. А Израиль по духу, который обязательно должен быть, ведь Павел, он же мыслит, плоти и дух, у него все время противопоставление. Значит, должен быть Израиль по духу, новый Израиль, чистый и святой. То есть, это кто? Это, конечно же, христианская церковь, противовес старому Израилю, который упразднен, и теперь ему на смену пришел новый Израиль, Израиль по духу. То есть, в принципе, на таких рассуждениях как раз и стоит классическое заместительное богословие, заместительная теология, так называемая, в которой Израиль, как народ Божий, еврейский народ, замещен, вытеснен из планов Божьих в христианской церкви. Вопрос, где же в этих рассуждениях, основывающихся на выражении Павла «Израиль по плоти», где в них заключается ошибка? На самом деле, ошибок в них несколько. Во-первых, в этом стихе Павел говорит не столько об Израиле, сколько о связи между жертвоприношением и поклонением. Поэтому делать какие-то доктринальные выводы на основании этого стиха или даже одного выражения, которое встречается в этом стихе, делать какие-то доктринальные выводы об Израиле – это совершенно неправильно. Если мы хотим построить учение об Израиле, библейское, опирающееся действительно на то, что говорит Писание, Танах и Новый Завет, то нам нужно идти в послание к римлянам, если мы хотим конкретно к Новому Завету обратиться, в послании к римлянам в 9, 10 и 11 главах Павел детально излагает тему Израиля. И всякое учение должно обязательно строиться именно на этих главах, на том, что там сказано, а не на каком-то отдельном стихе, где вообще тема на самом деле не Израиль, а просто связь между поклонением и жертвоприношением. Это первая ошибка. Вторая ошибка. Поскольку у Павла слово «плоть» меняет свой смысл в зависимости от контекста, считать, что Израиль по плоти – это непременно греховный, непременно старый, непременно плохой Израиль, отживший свое, это ошибочно. Потому что иногда у Павла плоть – это просто физическое тело, наше физическое тело, которое мы имеем сейчас. Или он также имеет в виду, например, говоря, плотской, он имеет в виду естественный, физический, вот просто обычный, который видим глазу человеческому. И вот в этом стихе, как, собственно, и видно из контекста, Израиль по плоти – это просто народ Израиля, который совершает жертвоприношение в храме. Там речь идет о жертвоприношениях, которые совершают евреи. Собственно, делают что они при этом? Они делают то, что заповедано еврейскому народу, Израилю. В законе Моисея, то есть в Таре. И, конечно же, в самом этом нет ничего плохого, в совершении жертвоприношений, которые заповедует приносить Тара. Уж если на то пошло, то и даже сам Павел, уже будучи верующим в Ешуа, по крайней мере один раз, это записано в книг Деяний, в 21 главе, он совершал такое жертвоприношение в храме по просьбе лидеров Иерусалимской мессианской общины. Поэтому никакого негатива в этом смысловом оттенке, в этом выражении «Израиль по плоти» абсолютно нет. Здесь имеется в виду просто еврейский народ. Ну и в-третьих, рассуждают ведь как? Ну, раз есть Израиль по плоти, значит, должен быть по логике Израиль по духу. Но вы знаете, должен быть это или не должен быть, это все красивые домыслы. Если мы хотим узнать, что есть на самом деле, а не что, как нам кажется, должно быть, нам нужно просто читать Писание. Причем читать, если мы, еще раз, если мы говорим о доктрине, если мы говорим об учении, то нам нужно брать не просто какие-то отрывки, в которых мелькает какое-то слово, а непонятно, это основная тема в данном случае или нет, нам нужно брать именно те тексты, в которых дается учение именно на эту тему. Еще раз, учение об Израиле в Новом Завете дается в 9, 10 и 11 главах послания к римлянам. И вот там, и также в других посланиях вы нигде не увидите, что Павел называет христиан не евреев, а духовными евреями или духовным Израилем. Поэтому выражения эти совершенно ясно не библейские. Это первое, что я хотел уточнить. Теперь вторая часть моей работы над ошибками сегодняшней, она касается выражения «Израиль Божий», которое встречается у Павла в его послании к Галатам в 6 главе. В той же самой программе я сказал, что это выражение «Израиль Божий» относится исключительно к евреям, верующим в Ишуа, как в Мессию, к так называемому мессианскому остатку Израиля. Однако, почитав библейские комментарии, написанные учеными-мужами, или, скажем так, мужами-учеными более меня, я понял, что это не так. Так кого же в таком случае Павел называл там «Израилем Божьим»? И в чем была моя ошибка? Почему я решил, что «Израиль Божий» относится, это выражение исключительно к мессианскому остатку еврейскому? Дело в том, что мне показалось, что «Израиль Божий» — это такой же стандартный термин, как, например, «Дух Божий» или «Благодать Божья». Однако, стандартные термины, они ведь употребляются регулярно на протяжении всего Писания или хотя бы на протяжении какой-то большой его части. А вот «Израиль Божий» употребляется в Библии всего один раз, только в послании к Галатам. И еще раз, не в послании кремлинов, в тех трех главах, которые специально посвящены Израилю, а в послании к Галатам и в совсем другом контексте. Поэтому разумнее было бы предположить, что Павел специально придумал такое выражение «Израиль Божий» для конкретной ситуации, в связи с которой он и пишет свое послание к Галатам. Тогда вопрос, в чем же заключается эта ситуация? Верующие в Галатии в своем большинстве были не евреи. И некоторые из них, вероятно, посещали синагоги, но не обратились в иудаизм. Это были так называемые «боящиеся Бога». Это выражение встречается несколько раз в книге «Деяния апостолов». И другие верующие в тое общение были просто из язычников. Они были язычниками-идолопоклонниками. Простите, в Галате, не в общине, конечно. Но так или иначе, эти люди в какой-то момент услышали благую весть от Павла. И боящиеся Бога, и идолопоклонники. Павел пришел туда и тем и другим рассказал благую весть о мессии Иешуа. Они стали учениками. Затем туда пришли какие-то братья из Иудеи, возможно, из Иерусалима, которые стали их учить, что веры в Иешуа для спасения недостаточно. И для того, чтобы им действительно иметь полноту, уверенность в спасении, им нужно еще принять обрезание. То есть, по сути, им нужно обратиться в иудаизм. Им нужно стать полноценными евреями. Вот Павел, узнав в таком ходе событий, понимает, что вера его духовных детей под угрозой. И он понимает, что это очень угроза серьезная. Он понимает, что нужно действовать очень решительно. Поэтому он пишет такое послание, тон которого, в принципе, очень резкий. И он объясняет в этом послании им, что обрезание, которое им предлагают принять, некие братья из Иудеи пришедшие, обрезание неотделимо от обязательства соблюдать Тару, то есть, закон Моисея, который был дан народу Израиля. То есть, вы не можете просто сделать обрезание и не соблюдать закон Моисея. Это, так сказать, пакетная сделка. Нечто, что идет у рука об руку. Две стороны одной и той же медали. Вот. И теперь, если говорить о Таре, то нужно понимать, говорит Павел, что наши собственные попытки, наши собственные усилия соблюдать заповеди Тары, они не дадут нам жизни вечной. Мы не приобретем таким образом Божье благоволение или Божью благодать, называйте это как хотите. Потому что благодать дается только незаслуженно. Она дается в подарок, в дар, а не в награду. Не как плата за определенные усилия, за религиозное рвение. И вот приняв эту благодать Божью как подарок, мы одновременно с этим получаем Святого Духа. И благодаря которому мы, собственно, и можем любить Бога и любить ближнего. То есть иметь жизнь вечную. Мы можем тем самым соблюдать заповеди. Вот. И при этом не становясь евреями. И поэтому он говорит, что если вы хотите, дорогие, сделать обрезание с целью стать евреями и соблюдать заповеди Тары Моисеевы, для того, чтобы таким путем получить жизнь вечную, он говорит, это путь тупиковый. Этот путь, он не приближает вас к спасению, он не приближает вас к Мессии Ишуа, он уводит вас от Мессии Ишуа. Теперь давайте прочитаем сам стих, в котором есть это выражение. Не важно, обрезан ты или нет, важно одно, стал ли ты новым творением Божьим. Мир и милость тем, кто следует этому правилу, и им, и всему Израилю Божьему. Я читал в переводе Кузнецовой. И ключом к пониманию этого стиха, как указывает один из комментаторов, Давид Стерн, он в своем комментарии ссылается на молитву Амида, на традиционную еврейскую молитву, иначе она еще называется Шмонайсра, потому что она содержит 18 благословений. Шмонайсра на еврите это 18. И он пишет о том, что эта молитва уже, по всей видимости, была в ходу, она была уже в обиходе, во время, в эпоху второго храма. Она была, как пишет один из еврейских ученых, на которых он ссылается, по имени Авраам Мельгром, Амида была уже частью храмовой литургии во времена Ишуа. То есть ей определенно молились уже в то время и в храме, и в синагогах. Что же это означает? Послушайте, как начинается 18 благословение, последнее благословение этой молитвы. Он начинается такими словами. «Пошли мир, добро и благословение, приязнь, милость и сочувствие нам и всему народу твоему Израилю». Теперь 16 стих в 6 главе послания Галатам, в котором есть это выражение «Израиль Божий», он третий с конца послания. То есть фактически он тоже в завершении, уже в завершающей части послания, так же, как и 18 благословение Амиды, которое я сейчас прочитал, это тоже последнее благословение. И структура этого стиха у Павла, она в принципе очень похожа на это 18 благословение, только у Павла этот стих очень короткий. Посмотрите, первые слова традиционной молитвы, вот здесь вот «пошли мир», на иврите это «сим шалом». Павел начинает свое благословение, вот этот 16 стих, он тоже начинает словом «мир». Но многие его адресаты, которые читали это послание, они были не евреи, однако они были из этих боящихся Бога, то есть из регулярных посетителей синагоги, они хорошо были знакомы с Амидой. И поэтому, дальше, когда они слышат слово «сначала мир», потом Павел пропускает несколько благословений добро, благословений приязни, он пропускает из Амиды, и дальше он говорит «милость». Это следующее благословение, которое есть в 18 благословении. «Мир» он говорит и «милость». Человек, знакомый с Амидой, он слыша это выражение «мир» и «милость», У него сразу возникает ассоциация. Он понимает, что Павел переначал 18-е благословение Амиды на свой собственный лад, перекроив его под конкретную ситуацию, с которой он имеет дело. То есть он призывает благословение на кого? В традиционном благословении, в традиционном варианте написано, пошли мир, добро и все остальное, милость и сочувствие нам и всему народу твоему Израилю. Здесь Павел говорит тем, кто поступает по установленному им правилу. Им пусть будет благословение мира и милости. А в чем же заключается правило? В предыдущем стихе написано, не важно, обрезан ты или нет. Важно одно, стал ли ты новым творением Божьим. И поскольку послание его обращено к тем, кто искушаем обратиться в иудаизм и стать евреем, вместо того, чтобы оставаться не евреем, но верить в еврейскую Мессию, он заканчивает свою фразу не словами Амиды нам и народу твоему Израилю, а вот такими словами им, то есть всем тем из вас, кто утверждается не на еврействе, а на реальности нового творения в Мессии и всему Израилю Божьему. И если бы тогда уже были изобретены кавычки в письменности, то, несомненно, Павел поставил бы выражение «Израиль Божий» в кавычки. Таким образом, Израиль Божий здесь – это и евреи, и неевреи, верующие в Мессию Иешуа. Кто-то, услышав это, скажет, стоп, но ты же говоришь фактически о теле Мессии, то есть о церкви, то есть получается, что Израиль Божий – это церковь. Совершенно верно. Здесь Израиль Божий, в этом месте у Павла, это действительно церковь, однако это выражение, оно не несет никакой доктринальной нагрузки. То есть, еще раз, Павел не заявляет тем самым, что церковь и есть теперь истинный Израиль, что церковь вытеснила еврейский народ. Совсем нет. Он обо всем об этом пишет очень обстоятельно, как уже я сказал не раз в послании к римлянам. Он пишет, что физически Израиль не отвергнут Богом. А здесь в послании к Галатам он просто выдумывает это выражение для чего? Просто, чтобы подчеркнуть, что если слово «Израиль» означает «народ Божий», как в традиционной Амиде «народу твоему, Израилю», то вы, ребята в общине галатийской, которые так хотите стать евреями, которых всячески толкают на обрезание, на обращение в иудаизм, поймите, дорогие, вы уже и так народ Божий, независимо от того, обрезаны вы или нет. Главное, что вы стали новым творением и живете как новое творение. Вот и все. Вторая моя ошибка, которую я хотел бы исправить, она касается отношения верующих ко второму пришествию Мессии. В программе о христианских друзьях Израиля я сказал, что некоторые из них так ждут второго пришествия Мессии, что пытаются различными способами приблизить его. То есть, например, проповеди Евангелия или помощь евреям с репатриацией в Израиль и другими путями. Я сказал, что я ничего против не имею, а не против евангелизации, разумеется, не против каких-то других вещей, которые я перечислил. А в конце концов, Ишуа заповедовал нам нести его благую весть до краев земли. И если Святой Дух вкладывает в сердца христиан желание благословлять еврейский народ теми или иными путями, делать какие-то другие вещи, не противоречащие Писанию, то кто я такой, чтобы их осуждать? Но мне казалось, что заниматься всеми этими делами в надежде на то, что все это каким-то образом приблизит возвращение Ишуа, это что-то нездоровое и небиблейское. Ну, дескать, рассуждал я в той программе. Господь ответил своим апостолам, которые спросили его о том, когда он вернется, когда он установит свое царство. Он ответил им, что это не их дело знать времена и сроки, установленные отцом. А вместо того, чтобы задавать вопросы об этих временах и сроках, нужно просто быть его свидетелями. Он сказал в Иудее, Иерусалиме, Иудее, Самарии до краев земли. Ну и, конечно, делать все остальное, что он велит, а что сверх того, то от лукавого. Каково же было мое удивление, когда я, листая комментарии того же самого Давида Стерна, узнал, что Новый Завет открытым текстом говорит о приближении возвращения Мессии. Во втором послании Петра, главе 3, говорится о втором пришествии. И написано, что у Господа один день, как тысяча лет, и он не медлит с выполнением своего обещания вернуться, хотя некоторые так думают, но он проявляет долготерпение для того, чтобы все спаслись. Затем сказано следующее, я цитирую стихи с 10 по 12 в переводе Стерна. И все же день Господа придет, в кавычках, пишет Стерн, как вор. В тот день небеса с шумом исчезнут, стихии расплавятся и распадутся, сгорит земля и все, что в ней. Итак, если все будет уничтожено подобным образом, то какими нужно быть вам? Вы должны вести святую и благочестивую жизнь, ожидая Божьего дня и делая все, чтобы ускорить его наступление. В тот день небеса разрушится в огне, а разгоревшиеся стихии расплавятся. В синодальном переводе в 12 стихе написано так, ожидающим и желающим пришествия дня Божьего. У Кузнецовой в принципе то же самое, вы с нетерпением и жаждой дожидаетесь дня пришествия Бога. То есть что-то пассивное. Однако греческий глагол, который там стоит, он означает ускорять, торопить и подгонять. То есть это активный глагол, а не пассивный. И поэтому, во-первых, перевод Стерна точнее. Это раз. Два. И Стерн, и другие комментаторы пишут, что правильно понять смысл этих стихов можно только в еврейском их контексте. В чем же заключается контекст? Вторая часть стиха 22-60 главы Исаии звучит так. «Я, Господь, ускорю совершить это в свое время». И раввины говорят, что Господь сделает это в ответ на покаяние его народа. Тем самым раскаяние Израиля косвенным образом ускоряет наступление дня Господня. Однако об этом, конечно, можно было бы говорить в отдельной программе более подробно. И если Господь позволит, мы сделаем. Но сегодня я просто хотел исправить свои ошибки. И наше время подошло к концу. Спасибо. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!